Мир вам. В жизни каждого человека наступает момент, когда он начинает задумываться о том, что существует еще и мир духовный. Помимо того мира, в котором мы проживаем большую часть нашей жизни, мира физического, есть еще духовный мир. И между этими двумя мирами, между миром физическим и миром духовным, существует связь. Связь, которую установил создатель обоих миров, и физического, и духовного. И о том, какова эта связь, как они взаимодействуют друг с другом, говорит Священное Писание. И через несколько минут мы с вами будем смотреть на то, что же говорит Писание о том, как эти два мира связаны. Дорогие мои братья и сестры, сегодня бы я с вами хотел рассуждать над текстом, который записан во втором послании Коринфянам, в 4 главе 17 стиха. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 17 стих. Апостол Павел говорит так. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном при избытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо невидимое временно, а невидимое вечно». «Невидимое временно, а невидимое вечно». Вы знаете, сегодня сюда пришли люди, братья, сестры, те люди, которые понимают, что вот этим вот миром, в котором мы живем, по которому мы ходим, в котором мы ощущаем что-то прикосновением, все не заканчивается. Есть больше, чем то, что мы видим, что мы чувствуем, к чему мы прикасаемся. Есть духовный мир. И оба этих мира, как тот видимый, в котором мы живем и существуем, так и невидимый, тот мир, в котором мы будем существовать после того, как закончится наше хождение по этой земле, оба этих мира, они созданы Богом. Об этом говорит Священное Писание. И вот между этими двумя мирами есть какая-то особая взаимосвязь. Взаимосвязь между видимым миром и невидимым миром. Для себя я назвал эту тему как духовные механизмы между видимым и невидимым. Писание нам много говорит о том, что должно происходить в нашей жизни в этом видимом мире. Писание говорит о том, что ожидает нас в невидимом мире. Но мы знаем, что оба этих мира, повторюсь, создал Бог. Бог, которого мы своими физическими глазами увидеть не можем. Вечный Бог. Но при этом Он действует в этом нашем видимом мире. И у каждого из нас есть не один десяток ситуаций, в которых мы точно знаем, что Бог, которого мы не видим глазами, Он присутствовал в нашей жизни. Он нас защитил. Он нас исцелил, Он нас сохранил, Он нас благословил. Бог, которого мы не видим, Он действует в этом окружающем нас мире. И есть какое-то соотношение. Мы точно не можем сказать, какая связь, каков этот механизм между этим осязаемым миром и тем, что мы видим глазами веры. Но это взаимоотношение есть. Мы уже прочитали, что страдание здесь, оно приводит к вечной славе там. Мы точно знаем, что молитва, обращенная к Богу, которого мы не видим, она изменяет этот видимый мир в виде Божьих ответов и благословения. Мы знаем, что служение здесь, в этом мире, приводит к дарам жизни вечной. Мы знаем, что пост с молитвой, казалось бы, простое физическое действие, просто прекратить прием пищи, просто, казалось бы, простое действие, начать молитву. Но эти два простых действия в видимом мире приводят к огромным изменениям в духовном мире, к изменению духовного нас, к изменению вот этого физического мира, когда Бог посылает ответы в тех случаях, когда мы особым образом молимся с постом. Есть какая-то взаимосвязь между духовным миром, невидимым, и тем физическим, которым мы живем. И Писание говорит, что вот это вот видимое, оно временное, а невидимое вечно. Но эта связь, она обладает не только такими положительными частями, как благословения, дары в ответ на то, что мы поступаем, как мы поступаем и действуем в этом видимом мире. Есть еще и отрицательная часть. И, казалось бы, вроде за небольшими делами, за небольшими поступками иногда Господь говорит, что следуют большие последствия. Если мы вспомним, с чего начиналась история человечества, то, казалось бы, небольшое действие просто взяли не с того дерева плод, но были изгнаны из рая. Небольшое, казалось бы, с первого взгляда действие уже в новозаветной истории Анания и Сафира, ну солгали они, но сразу получили результат. Они умерли из-за того, что они солгали. Мы знаем историю о том, когда перевозили ковчег Господень, и один человек, которого звали Оза, он к нему прикоснулся. Он сделал то, чего делать было нельзя. Этот человек умер. И вот вроде бы такие небольшие оступки, проступки, не такие большие действия, но такие огромные последствия. Да даже если вспомнить на Моисея, вы помните, этот человек практически всю жизнь шел за Богом, но вот в один момент он ослушался, вместо того, чтобы сказать, скале он в нее ударил два раза, проявил такое непослушание, неверие, и опять же последствия, он не вошел в ту бетонную землю, в которую он вел весь свой народ. Оказывается, вот за небольшими проступками в этом видимом мире могут быть большие последствия как в духовном, так и в этом физическом мире. Да, мы не часто задумываемся о том, что эти последствия могут влиять на мою жизнь. Да, это же видимый мир, здесь все закончится, здесь все сгорит. Но для невидимого мира любой проступок здесь приносит к большим последствиям, приводит к большим последствиям. И вот в жизни тех людей, которых мы только что перечислили, была одна особенность. То, что они делали, они нарушили Божью волю. И когда они нарушали, они таким образом запускали особые механизмы, которые оказывали влияние на вечность. И в Библии написано об этих механизмах. Это как учебник по физике, только относительно духовного мира. Да, каждый из нас знает, если у нас есть в руке стакан с водой, и мы начнем как бы медленно, мы не пытались его повернуть, все равно вода из него вылится. И если бы мы очень даже аккуратно перевернули его вверх дном, вода бы все равно вытекла. Невозможно перевернуть стакан, чтобы не вытекла. Да, точно так же невозможно нарушить Божью волю, чтобы не наступили за этим последствиям. Невозможно. Но почему-то все равно мы иногда так рассуждаем. Ну вот, возможно, я не могу кого-то простить, но он сам в этом виноват. Возможно, ну вот соврал немного, но это же небольшой грех. Мы находим себе оправдание, когда, ну возможно, где-то проскочило у меня сребролюбие, или ну вот прогневался, ну с кем не бывает. Да, мы находим себе оправдание, мы как-то смягчаем, мы даже придумываем такое замечательное определение «небольшой грех». Но все вот эти, казалось бы, небольшие проступки с нашей стороны Писание квалифицирует однозначно. Грех. И нету небольшого греха. И мы точно знаем, что говорит Священное Писание. Возмездие за грех – смерть у любого греха. Какой бы по-нашему, по-человечески, маленький или большой он не был, есть последствия. И вот если я вот ту ручку, которую я держу, сейчас вот попробую, но вот очень мягко, очень не спеша отпустить, она все равно упадет. Как бы я, ну вот чуть-чуть ее не держал, как бы я слегка ее не отпустил, она все равно упадет. Какой бы, на наш взгляд, незначительный грех мы не сделали, он все равно запускает те механизмы, которые сказываются на вечности. Он все равно оказывает влияние на тот невидимый мир, о котором говорит Священное Писание. И именно поэтому Господь говорит о том, что мы должны быть абсолютно святы. Говорит о том, что мы должны быть чисты. В духовном мире нет каких-то относительных понятий. Нельзя быть немножко праведником, нельзя быть слегка грешником. Можно быть либо тем, либо другим. И если мы поступаем в этом мире по Слову Божию, исполняем его волю, то запускаются механизмы, о которых говорит Священное Писание, что мы наследуем вечность. Если мы нарушаем в этой жизни Божью волю, то тоже работают механизмы. Тоже происходит результат, тоже возникает эффект для жизни вечной. И мы знаем, какой это результат. В духовной жизни нет мелочей. Нет небольших грехов, которые, возможно, присутствуют в нашей жизни. Их нету. Нету небольших грехов. Есть просто те грехи, в которых мы еще не хотим раскаяться, потому что мы имеем какие-то оправдания. А видимое, оно временно, а вот невидимое, оно вечно. И вот то, что мы в видимом мире еще до сих пор не принесли Богу, то в невидимом мире приводит к особым последствиям, к смерти. Но две тысячи лет назад произошло особое событие. Бог, которого никто не видел никогда глазами своими, Он принял образ человека. Он из невидимого мира пришел в видимый. Только для того, чтобы каждый из нас, когда согрешил один раз, вот тот духовный механизм, который запустил смерть для жизни вечной, чтобы в нашем случае Он работал не против нас. Чтобы любой, кто поверит в том, что невидимый Бог, принявший образ человека, умер на кресте, попросив прощения у которого, мы можем получить прощение. И этот духовный механизм, он продолжает действовать. Если мы совершаем грех, то следует наказание. Но это наказание в духовном мире воспринимают не мы. Это наказание берет на себя наш Господь Иисус Христос. Вот это соотношение между духовным невидимым миром и тем миром видимым, в котором мы еще продолжаем оступаться, продолжаем согрешать и продолжаем искать себе оправдание, почему мы можем допускать в своей жизни, казалось бы, небольшой, казалось бы, какой-то слабый грех. Но это все оказывает влияние на нашу вечную жизнь. Братья и сестры, сегодня мы в этом видимом мире пришли в Дом Божий. Сегодня мы пришли сюда для того, чтобы еще одну встречу получить с Господом. Сейчас у нас будет возможность помолиться. Сейчас мы сможем поблагодарить Бога, которого мы не видим глазами, за то, что Он делает для нас в этом видимом мире, за то, что Он делает для нас в невидимом, за то, что Он приготовил для нас в вечности. И мы можем открыть Ему все то, что до сегодняшнего дня мы еще не доверяли Ему, что мы еще до сих пор не открывали, но все то, что в этом физическом мире может повлиять негативно на нашу жизнь вечную. Поэтому сейчас помолимся Ему, возблагодарим Его. Аминь. Для нас радость и благословение, что Вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит Вас! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...